Приветствую вас. Давайте попробуем разобраться с вами в том, что, собственно говоря, происходит. Вы пишите, что в браке 5 лет и до 4 года. Муж раньше выпивал, но всегда ночевал дома и уходил на работу. Интересно, что вы, ну, видимо, не придали этому значения, да, то есть, ну, как бы выпивал и выпивал, да, то есть, ну, что поделать. Ну, выпивает человек, да, действительно, регулярно. Может быть, это не так и страшно, да, что выпивает. Вы никогда не виновались вопросом, почему он выпивает? Ну, вот что им движет выпивать? Отдохнуть, расслабиться, да, обычно говорят такие люди. Ага, от чего отдыхать, от чего расслабляться? От работы? Ну, хорошо, допустим, может быть, от работы. Но разве работа не любимая? Разве работу человек выбирает не такую, какая ему нравится? А если даже не такую, то неужели? Алкоголь – единственный способ расслабиться и отдохнуть. Согласитесь, несколько непонятно. Последний год он может потроить суток в портфолицу друзей, а потом приходить домой и делать мечты, чтобы все хорошо. Здесь нужно в первую очередь определить для себя, почему для вашего мужа подобное стало возможным. Вот, в принципе, для вашего мужа почему подобное стало возможным? Из-за чего он стал, из-за чего он начал так поступать? То есть, ну, какой смысл человеку, да, высказывать претензии, например, и так далее? Если человек это делает, явно по какой-то потребности. То есть, он от животного бежит. Вы не написали того момента, значит, ну, что заставляет человека так поступать? То есть, то есть, ну, снова и снова. Что заставляет его делать так, снова и снова. Вы не написали, с какой периодичностью он это делал, но, тем не менее. Если последний год он может попробовать делать, то попадать, значит, дома ему не так хорошо. Значит, между вами что-то изменилось. Значит, с вами что-то произошло. Нехорошее. Что-то такое, что ему не нравится. И вы вместо того, чтобы выяснить. Это подумать, сделать так, чтобы мужу хотелось возвращаться домой вместо того, чтобы его, значит, вместо того, чтобы оставаться у друзей. Вы, скорее всего, в ситуациях лишь только еще больше как-то усугубляете и еще больше, ну, на него давите. Я вас понимаю, я не обвиняю вас, но я просто хочу, чтобы вы поняли, что это путь в никуда. Подобная реакция, подобная модель поведения, это путь в никуда. Объективно. Вот. Я люблю мужа и ненавижу для того, что он в силах сделать нашу жизнь мирной и счастливой, но почему-то все разрушает. Простите, а вы откуда знаете, что он в силах это сделал? Простите, вы почему за него решаете этот вопрос? Если он это делает, значит, он не в силах, если бы он мог, он бы сделал. Или вы считаете, что он вас не любит, а если вы считаете, что он вас не любит, то почему вы с ним? Тогда и не является ли ваша любовь как бы для себя, а не для него? Потому что, ну, очевидно, если он разрушает вашу жизнь, значит, она ему не нравится. И если она ему не нравится, значит, он с вами не счастлив. И если он с вами не счастлив, то вы, любя его, по идее, должны его оставить. Но вы его не оставляете вместо этого, вы требуете что-то от него. Возникает вопрос, а не это ли то, к чему вы стремитесь? Быть жертвой и требовать от него то, что вам нужно. Не имея в действительности реальной надежды на то, чтобы это получить. Понимаете? На вопрос мой, что происходит, что мне сделать, как помочь, кому помочь, что сделать. Вы понимаете, что мужчине нельзя задавать такие вопросы? Мужчине нельзя разговаривать. Мужчина понимает язык жестов, но не язык действий, язык поступков, язык жестов, но не язык слов. Тем более женщин, и тем более его женщины. Ну, то есть вот, его женщины, которая рядом с ним, его жены. Тем более матери его ребенка. Вот. Вот он вам говорит, повзрослий, наконец, ну, отчасти, отчасти, в смысле, опра, в смысле. А в смысле он говорит правильные вещи. Потому что сейчас вы пребываете в роли жертвы. Роль жертвы – это детская позиция. Это детская позиция. Это позиция накапливания негатива и взрыва этого негатива. Взрослый человек так не поступает. Взрослый человек анализирует, делает выводы и корректирует свое поведение. Вы этого не делаете. Поэтому, да, в этом плане вы действительно ведете себя как ребенок в этом плане. Вряд ли это осознает мужчина, но тем не менее. Поэтому, да, действительно, вам нужно перестать вести себя как ребенок, перестать до жертвы, выйти из этого состояния и самолично делать какие-то вещи. Самолично действовать, самолично, как вам сказал мой коллега, брать ответственность на себя, пока вы перекладываете эту ответственность на другого человека. И, все самое главное, позволяете себе не просто перекладывать ответственность на другого за себя, но и за свою дочь. При этом расплачиваете и вы, и дочь тем, что вы срываетесь на дочь. Тем самым, вредя ей, тем самым нанося ей вред. Причем вред довольно сильно. Вот и вопрос. Вы тем, тем ли вы платите за то, чтобы пребывать в состоянии жертв? Если вы считаете, что эта плата нетразмерна, то нужно разбираться, как вы в этом браке, в этом союзе оказались. Вот. И, соответственно, что привело вас туда? Знаете, любить и ненавидеть человека одновременно можно только в том случае, если вы его одновременно и идеализируете, и в то же время он же является препятствием для получения вами того, чего вы хотите. И это действительно так. Это говорит о некой эмоциональной зависимости вашей от него. И эмоциональная зависимость ставит вас автоматически ниже, чем он. И именно она делает вас более уязвимыми в отношениях. И именно поэтому вы жертвы. Вполне возможно, что у вас есть мазохистический тип личности, то есть, ну, мазохистический тип поведения, когда вы ориентированы именно на страдания, на боль, да, на какие-то переживания, и, срываясь на дочь, вы повторяете модель поведения своей мамы, которая срывалась также на вас. Вот. Муж которой ваш отец тоже писал. Скажем, может быть, такая ситуация. И тогда с этим нужно разбираться. Это нужно анализировать. Это нужно корректировать. Корректировать. Ну, вот. Я вообще не морально себя выгорел, но постоянно плачу от обиды. Вот, обида, да, обида. Обида это... Обида это неоправданное ожидание. Это вы ожидаете того, чего вам дать не могут. И считаете на полном серьезе, что мужчина, ваш муж, он должен вам это дать. На самом деле он должен и может это дать. Но вопрос заключается в том, кто вам сказал, что он может это дать. Почему вы так решили, что он может это дать? С чего вы взяли, что он может это дать? Вау. Как только вы подвергнете сомнению эти установки, обижаться вам будет не на кого. Если будет обижаться на кого-то, только на себя. Обидность земля, это обвинение. А обвинение, здоровое обвинение, это стимул корректировки своего поведения. Либо вы принимаете мужчину таким, как он есть, и, собственно говоря, приняв его, так и стараетесь помочь ему. При этом сами, взяв ответственность за счастье и мир в вашем доме, в вашей семье, либо вы уходите. А так, ну вы жалуетесь на него, вы говорите, что он плохой, вы говорите, что вы плачете. А, дальше что? Как вам помочь? Вы говорите, помогите. А как помочь? Как вы себе представляете помощь именно вот в этом контексте? Какую помощь мы можем вам дать? Отличить мужчину, пить? Вряд ли. Мы можем разобрать ваши отношения с ним. Мы можем подкорректировать ваше поведение. Мы можем подкорректировать ваши отношения к нему. Потом мы можем поработать с ним. Возможно. Если вы прислушиваясь к рекомендациям, будете делать какие-то вещи, которые впоследствии приведут к тому, что мужчина сам поймет, что ему нужно что-то делать. Вот только так мы можем вам помочь. Психологически. Если вы обращаетесь к психологам, по крайней мере. Естественно, мужчине нужен стимул для того, чтобы что-то делать. И этот стимул, стимул для мужчины проявляется в вас. Он заключен в вас. Если вы хотите, что мужчина что-то поменял, дайте ему стимул к этому. Покажите, что если он не начнет что-то менять, он потеряет вас и, возможно, даже ребенка. А зачем ему сейчас что-либо делать? Зачем? Для чего? Мужчина ничего не станет делать без стимула к этому. Понимаете? Вот. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, перещите в личку, буду допомочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok